Чем это все грозит населению России, вот эти вот увеличения расходов на армию? Давайте еще уточним и поговорим об этом с Олегом Леонидовичем Устенко, советником президента Украины по экономическим вопросам. Олег Леонидович, приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Леонидович, ну главный вопрос, который возникает сразу же после того, как Россия объявляет о подобных планах, это, а может ли она позволить себе расходы на оборонку, ну и на войну, естественно, увеличить вдвое? Ну, в общем, похоже, что практика показывает, что они могут многое сделать. Если вы посмотрите на структуру их бюджета, то действительно там резко идет увеличение затрат на военно-промышленный комплекс. Я бы тоже обратил внимание, что идет увеличение затрат государственного бюджета на репрессивный аппарат, репрессивный аппарат в тоталитарных автократичных государствах более чем важен, потому что когда ты либо не повышаешь жизненный уровень населения, либо снижаешь его, да еще при этом зажимаешь абсолютно полностью те остатки свободы, которые оставались в стране до еще 24 февраля 2022 года, ты должен платить, ты должен платить за это, и ты даешь вот эту звонкую монету как раз репрессивному аппарату. Если вы посмотрите статистику, и вот тут даже такую вялую, которую отрывочную, которую мы можем с вами получить из российского Минфина, то кажется, что более чем на 50% идет возрастание как раз затрат на репрессивный аппарат. Поэтому ВПК, да, он увеличивается в затратах, но репрессивный аппарат тоже точно не, как на украинском языке говорят, не посе задних, точно не остается в стороне, или там хвосте этой колонны. Они как раз пытаются получать вот большую такую, большие бюджеты. Но в условиях, когда экономика вроде бы находится в крайне плачевном состоянии, понятно, что вот этот рост, который показывает российская экономика, он очень условный, и вот эти несколько процентов роста в этом году, который ожидает их собственный кабинет министров правительством России, он такой вот деструктурированный, в том плане, что он перенаправлен в сторону как раз ВПК. И что толку? Что толку от качества роста в 2, скажем, процента, если глобальный рост идет как раз по направлению военно-промышленного комплекса? Пушки, гранаты и снаряды в холодильник не положишь на хлеб, не намажешь, и населению точно от этого не становится лучше. Есть плачевный опыт конца уже Советского Союза, в период его практически подошедший, когда уже подошедший к распаду, когда цены на энергоносители снижались, а когда затраты на ВПК продолжали оставаться на высоком уровне, иногда их надо даже было увеличивать. Понятно, что социальная сфера от этого страдает. И вот что получается. Ты расходуешь больше на ВПК, ты расходуешь больше на репрессивный аппарат, потому что тебе надо бить плетью своих людей. К слову сказать, вот эти последние видео, которые мы видели, широко распространяемые в различных телеграм-каналах, по поводу избиения, не знаю, винных, невинных, но избиения просто людей, представителям такой политической псевдоэлиты России, ну, показывает, что они согласны терпеть. Согласны терпеть и будут терпеть достаточно долго, вот до тех пор, пока им затыкают рот, пока над ними издеваются, пока их практически преселюдно бьют плетью и калечат. Они будут терпеть, при этом будут терпеть еще и при том, что вот это увеличение затрат бюджетных, при неувеличивающемся доходе государственного бюджета, означает только одно, что финансировать вот эту дырку в бюджете, дефицит государственного бюджета, какими-то цивилизованными способами они не могут, потому что первые санкционные пакеты отрезали Россию от внешнего рынка заимствования капитала. Инфляция представляется как бы одним из возможных путей, не как бы одним из возможных путей, которые Россия будет пытаться использовать. Вот почему в словах Центробанка России, все время в заявлениях Центробанка России звучит инфляция, проинфляционная политика. Они готовятся к инфляции, они ждут инфляцию. Попытка обуздать инфляцию до, скажем, 5-6%, в конце концов окажется таким фантомом. Они не смогут это сделать очевидно, потому что надо будет дальше докручивать бюджет, надо будет докручивать, покрывать этот дефицит. Аппетиты растут, у силовиков аппетиты растут, у ВПК аппетиты растут, растут аппетиты у надзирателей, у репрессивного аппарата. Поэтому инфляция это то, что будет активно использоваться, и уже используется активно в России. Если вы посмотрите, например, на расклад инфляционный, который есть в России, но опять-таки вот эти условные, почему это Филькина грамоты, эти 6-7%, о которых говорит Центробанк, инфляционных российский магазин. Если вы зайдете и посмотрите, как изменились цены на продукты питания, вы будете шокированы. Никогда за последние десятилетия не было такого активного роста по продуктам питания. Например, если вы посмотрите курятину, если вы посмотрите, в принципе, рост цен на овощи, несмотря на то, что был летний сезон, и вроде как они должны были показывать, наоборот, обратную динамику, ценовая конъюнктура должна была улучшаться. Посмотрите, что происходит с ценами на горюче-смазочные материалы, что происходит с ценами на бензин в российских городах, в общем-то, и на его отсутствие в малых российских городах. Но не надо им быть профессиональным экономистом, для того, чтобы понимать, что ситуация патовая, а большая часть населения как раз России живет и тратит свой бюджет не на средства передвижения, скажем, на автомобили, и не на товары длительного использования. Холодильники, посудомоечные машины и стиральные машины, они тратят свои деньги как раз на то, чтобы поесть, на то, чтобы выжить, пользуясь тем, что у них есть с точки зрения товаров долгого использования, я имею в виду, как холодильников, они не вкладывают в это деньги, они не покупают это сейчас, для них вопрос просто выжить и больше ничего. И вот эта инфляция, это как раз один из возможных путей фондирования бюджета. Но второе, что еще более удручающее должно было бы быть для населения любой страны, которая бы не была авторитарной или авторитарной страной с тоталитарным вот таким вот аппаратом, который есть в России, и это когда не хватает средств, режут социальные затраты, режут не напрямую, то есть не делают сразу вот прям 10%, как должно было бы произойти, взяли и урезали. Делают это постепенно, просто уменьшают по некоторым статьям затраты, по некоторым социальным статьям, уменьшая затраты, по некоторым просто не производят индексацию на уровень инфляции, стоимость жизни растет, а расходы на медицину остаются прежними, стоимость жизни растет, инфляция в стране, и все расходы на образование остаются прежними. Я уже не говорю по поводу и качества и той же медицины, и качества того же образования, и это последнее, то, что выкладывает Кремль встречи своего лидера и обсуждения по поводу патриотизма, который вот улучшился, да, и как они говорят в своей сводке, 91% населения стали более патриотичными, чем это было какой-то там период времени назад. Ну, мы видим просто такой махровый, махровый закат социализма, ну, вот просто практически все то, что наблюдалось перед закатом Советского Союза. Поэтому, ну, вот экономическая ситуация плоха, она точно не склонна к лучшему. Долго ли это может продолжаться? Долго. Это может, к сожалению, для нас может продолжаться долго. Долго с той точки зрения, потому что есть те, кто вот согласен за звонкую монету затыкать рот своим гражданам, избивать их, не допускать вообще никакого особого мыслия, не допускать ничего и затыкать рты любому, кто посмеет открыть рот и быть чем-то недоволен. Как долго могут терпеть люди? Могут долго терпеть, потому что есть куда еще двигаться. Можно продолжать снижать вот доходы домохозяйств, что они будут активно делать. У них вроде как есть одно но, которое должно было бы сработать в любой демократической стране. Это выборы Путина в 2024 году, потому что в реальности это не выборы, это именно выборы Путина, потому что для них уже известен результат на самом начальном этапе. Более того, подобного рода заявления звучали и из уст официальных лиц из Кремля, включая спикера Путина. Поэтому в демократическом государстве это было бы сначала полный крах системы, невозможность переизбраться. Здесь нет, здесь есть тоталитарный аппарат, а значит на него надо тратиться больше, а если ты тратишься на него больше, значит будешь больше раскручивать инфляцию, фондируя дефицит, а раз ты раскручиваешь больше инфляцию и население еще больше, беднее, значит ты все равно находишься в этом порочном круге, снова тратишь больше на ВПК, на тоталитарный аппарат, тебе надо сохранить систему, любой ценой. Население в данном случае в расчет не берется. До тех пор, пока ты обеспечиваешь физическое выживание населения, хлеб, молоко, какие-то базовые продукты, ни о каких излишествах не может идти речь, вот до этого уровня ты можешь опускаться. И Советский Союз, к слову сказать, это демонстрировал. Демонстрировал и во время военного коммунизма в самом начале становления Красной России, и демонстрировал это во время упадка уже Советского Союза. Мы проходили, все это видела уже экономическая история Советского Союза. Ну да, такой замкнутый круг, самоуничтожение. Было бы очень уместно, чтобы в этом процессе самоуничтожения Россия не пыталась уничтожить Украину. Но, видимо, здесь задача уже, которая стоит перед вооруженными силами Украины, которые защищают нас и в этот момент тоже. Олег Леонидович, спасибо большое. Спасибо. Спасибо за профессиональную оценку ситуации. Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам к нашему эфиру присоединялся. Продолжение следует...